Всем привет дорогие друзья, с вами Вилнов и в этом видео расскажу вам о том, что такое порча, откуда ее взять, какую лучше взять, какие лучшие варианты, что там кто собирает, да, что делать, что она делает, почему так больно иногда и много другое. Поэтому сходу, как всегда, дымовички, дымовички, это когда ты выходишь на пробежку, вот так вот бежишь, да, и причем зимой, да, все думают, ты дурак, куда он бежит, а тебе воздух приятный, прямо в легкий, прям чистейший заходит там в 7.00, это невероятное ощущение, ребятки, поэтому сходу обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы получать удовольствие о новых видео и стримах, которые проходят каждый день с 12 до 14 и с 18 до 14. До 21 по московскому времени, это невероятно, ребятки. Итак, что такое порча, да, порча иногда у нас, во-первых, просто-напросто прокает со шмоток, прокнуть она может со всех шмоток, то есть с локалки, с ключа выпадет, то есть вообще отовсюду она может, вот где только вы ее теоретически не получаете, вот отовсюду она может выпасть. Висит она на всем, очевидно, кроме азеритовых доспехов и аксессуаров, вот этих вот двух, а так вот наручи получаются, перчатки, пояс, ноги, кроссовки и колечки, да, и оружие, естественно, даже вот если их два отдельных, да, оружие. То есть вот такие вот, собственно, делишки, да, где она 100% падает? 100% падает жутких видений, когда вы проходите полностью жуткие видения, она там 100% порча и падает после того, как вы убьете трала или аллерию. Естественно, чем больше вы на себя нацвели масок всяких разных, там прошли больше кварталов, тем больше и левел предмета, вот, ну а порча иногда может предмет, конечно же, и не выпасть, держу как бы в курсе. Но раз в неделю 100% выпадает с максимального сундука, который вы, ну, закрыли, да, именно вот так вот, а то уменьшается потихонечку по левелу. Ну, об этом вы можете посмотреть в отдельном видео, естественно, про то, как я рассказываю, как это вот, про 100% порча, где она падает, есть такое видео, да, ссылочку оставлю в описании. Так вот, и падает, естественно, еще с недельного сундука, то есть, вот, когда проходите какой-то там ключ, 1 плюс 24, 5, вот, 100% падает с недельного сундука ПВЕ, который я вот открываю каждую среду, тоже порчная шмотка, естественно, если это не аксессуар, вот, то она становится порченной, да, и там какая-то порча интересная, да, есть, которую, как бы, ты жуалеву делаешь, жуалевау, как бы, с ней. А, значит, вот откуда все это дело у нас падает, да, что касается негативных эффектов этой порчи, да, то есть, многие люди даже не в курсе, я так понимаю, вот, но чем больше вы нацепили на себя порчных предметов, относительно того, насколько у вас хорошо прокачан плащ и прокачан сердце Азерот, да, ну, то есть, есть вот это вот такие вот, типа, типа вздох умирающего, который повышает сопротивление порчи на 10, да, вот у меня, например, сейчас сопротивление порчи получается сколько, ну, вот, 63, да, 63, если я не ошибаюсь, или даже не могу знать, как говорится, да, а вот, да, 63, у меня 63, а всего предметов, как видите, базовый уровень порчи надето на 110 порчи, да, и при этом уровень порчи 47, я получаю вон такие следующие дебафы, которые вы видите у меня в описании, да, разнообразные, то есть, очевидно, цепкие щупальца, на самом деле, казалось бы, какая-то легкотня, на самом деле, одно из самых неприятных, потому что очень часто это играют фатальные рофлы, когда ты получаешь какой-то урон, какой-то, ну, несущественный, прямо перед какой-то боевой механикой, перед каким-то боссом, у меня такое не раз случалось в ключах, там просто стоишь, какой-то получаешь, ну, просто обычная ауешка от босса, ничего интересного, и тебя неожиданно замедляет так сильно, так сильно, а под тобой уже какая-то штука, от которой надо убежать, что делать, какие-то только, я не знаю, сейвы или суперускорения, чтобы попытаться убежать, какие-то снятия заклинаний, да, то есть, нечто невероятно сложное, на самом деле, эти цепкие щупальца довольно-таки неприятные, глаз порчи, да, то есть, несмотря на то, что написано, это я, как бы, держу в курсе, определенные показатели, 1, 20, 40 и 60, на самом деле, естественно, чем выше, тем вот эти все сложнее работают, да, то есть, допустим, если у вас будет, наверное, 100 порчи, цепка щупальца вас будет в ноль вообще, мне кажется, замедлять, что вообще не сможете шевелиться, да, глаз порчи, соответственно, имеет огромедный радиус, если огромедная у вас порча, да, и, соответственно, вас жулит, чем больше жулит, настакивается в этой области и сильнее дамажит, с каждым новым ударом все сильнее, да, и, соответственно, вот страшные заблуждения, да, идет за вами такая копия, 8 секунд, в принципе, почти все персонажи могут с ней справиться, любой, да, то есть, у каждого персонажа есть какой-то станчик, откидывание, замедление, какая-то вот, есть какой-то контроль, да, поэтому, когда эта штука на вас идет, во-первых, на вас появляется такой луч, что она идет к вам, да, ну, к вам луч, и вы видите, как ваша копия, вот как у меня было видео, плывет, как говорится, к вам или бежит, что-то наделает, вы можете просто ей дать стан какой-нибудь там, замедление, еще что-то, всего 8 секунд, и она исчезнет, да, и, но, если она добежит, то там, конечно, будет супер, супер домах, да, супер домах, не знаю, вполне себе от половины хп, вот на таком уровне порчи, как у меня, это половины хп, может, даже две трети, да, если что-то особенно пойдет не так, то есть довольно-таки сильный домах, поэтому ей доходить делать нельзя, естественно, вы видите ее только один, другие игроки ее не видят, и, конечно, чем больше уровень порчи, как бы, соответственно, тем больше скорость, видишь, написано этой твари, если она еще быстрее до вас бежит, вот, жестко дамажит, ну, естественно, вот 60 порчи, я даже не знаю, 60 порчи вряд ли кто-то ходит, да, вот, но на самом деле на 60 порчи, видишь, если потусторонняя тварь до вас добегает, вы мгновенно получаете щупальца эти, да, супер замедления, и еще и глаз порчи у вас появляется, этот вот кружочек, который вас уничтожает, да, то есть, ну, не знаю, с 60 никто не ходит, вот, потому что, ну, на 60, наверное, это, это фатально, да, я видел людей, как говорится, некоторых, у которых там было слишком много порчи, как это заканчивается быстро, так что, ребяточки, оптимальный уровень, да, порчи, на котором ходит большинство людей, это вот до 50, насколько я вот определил, так посмотрел, если я не ошибаюсь как-то, да, то обязательно напишите в комментариях, да, что вы там думаете по этому поводу, как вы ходите, да, то есть, а кто не хочет париться, да, он одевает до 30, ну, то есть, до 40, да, чтобы не было, в принципе, вот этой вот копии, которая бегает, только был этот глаз и замедление, вот, с которых легко выйти и все дела, да, но я видел, что большинство профессионалов входит вот около 50, да, около 50, вот, а почему именно так? Потому что, во-первых, пока покачивается плащ, да, они могут одеть несколько тиров определенных шмоток, которые действительно сочные, чтобы просто одеть побольше, да, побольше, и теперь мы как раз-таки перейдем к этому самому пункту, что у нас круче, да, можно одевать в порчи, вот, поскольку порчи считается имбалансной штукой, и если вдруг у вас нету дипс деменджинга, какого-то дамаджа, да, вот, знаете, это все потому, что у вас дерьмо порчи, да, потому что ее, возможно, нету, да, по сравнению с другими игроками, не думайте, что вы как-то плохо, возможно, играете, вот, потому что у вас просто нет порчи, да, порча, она слишком имбалансна, да, понимаете, некоторая порча, большинство порчи настолько имбалансна, что даже игнорируется и левел, вот недавно, что вы понимали, моему разбойнику выпали 430-го и левела, хотя у него были нормальные шестаны, да, 465-е, вот, 430-го выпал и левел, вот, сумречное сокрушение 18%, да, и эта штука, она по дефолту сильнее, чем любые статы, вот, как самого предмета, да, то есть только сильнее, ну, гораздо сильнее, да, как раз-таки об этом сейчас и, ребяточки, обсудим, вот, значит, условия обсудили, по которым можно одевать эти предметы, теперь можно и обсудить, что у них лучшее, да, лучшее у них, ребяточки, очевидно, следующее, многие люди предпочитают, как действовать, ну, во-первых, если вы танк, если вы танк, то вам масхест, сумеречное разрушение, или там сокрушение, или опустошение, я не помню, ну, такая штуковина, которая 6, 12 или 18%, а в зависимости от вашего ХП вылетает такая, вперед такая волна, вот такая вот с небес какой-то луч вылетает, да, который жестко дамажит от вашего процента ХП, то есть, естественно, поскольку вы танк, у вас там много ХП, и, допустим, у вас, к примеру, миллион ХП за танка, ну, к примеру, под бафом приста, да, вы какой-нибудь там сильный, вот это количество ХП жесткое, вылетает 18%, причем, хочу сказать, 18% он, как бы, естественно, скалируется тоже, не просто от вашего процента ХП, а еще добавляются ваши какие-то способности на урон, если у вас есть просто скилл на урон, универсальность какая-нибудь, да, то есть, какие-то вот такие штуки, которые могут как-то на него повлиять, оно апается по урону знатно, вот, апается по урону знатно тоже, и, получается, там пулюханище вылетает и может критануть, то есть, вот, как мне рассказывали те же, вот, рыцари смерти, говорят, стою, танкую, миллион ХП, вылетает крит на 470 тысяч, представьте, ауешь на удар на 470 тысяч, вылетает просто, ну, это ж, это понятно, что жесткое, поэтому многие танки в тех же ключах могут на паках наносить куда больше урона, урока это рандомно, но может иногда и несколько подряд вылететь, а может и не вылетать вообще, да, но сам факт того, что это происходит, это жестко, и вот поэтому, ребяточки, для этой причины, особенно, когда ты танк, когда тебе и так дамажат, замедляют, есть сейфобилки, они могут одеть себе позволить многое, и поэтому могут одеть, допустим, Т3-тир и Т2-тир, то есть, что вы понимаете, что такое тир, это вот когда Т1-тир это 6%, Т2-тир это 12%, и Т3-тир это 18% сумеречного разрушения, да, и как бы вот они одевают, допустим, в итоге Т5 или Т6-тир, то есть, допустим, Т3-шмотка у них, Т2 и Т1-шмотка на сумеречное сокрушение, они стакаются, и получается там 18 плюс 12%, уже 30%, еще 6, там, 36% от вашего ХП вылетает этот патрон жесткий, да, то есть, как стакаются большинство порчи, хочу сразу заметить, большинство порчи стакаются, очевидно, по урону, да, то есть, не по шансу прока, а по урону, вот, в некоторых случаях может как-то это дело разниться, но просто они, вот, как бы, их шанс дополнительно не получается, да, они просто вот прокуют, но выше, допустим, выше некоторые, да, кто знает, как более точно работать, тоже в комментариях заметят, чтобы люди могли тоже на всякий случай почитать, потому что я знаю, вот мне говорили, что, например, с пыткой разума, да, то есть, вот, порча, да, то есть, она вроде как чаще появляется от количества тиров, да, нежели просто увеличивается урон, к примеру, да, то есть, такие штуки, да, ну, значит, немножко отошли от темы, что касается, как бы, вот это вот на танков, да, то есть, мне кажется, на танков это нечто мастхевное, сильнее всего, что только, может быть, еще представить себе, вот, значит, что касается демидж-диллеров, да, демидж-диллеров тут, опять же, естественно, вы все должны понимать, что и хиллеров в том числе, кстати, да, потому что хиллеры, это равно демидж-диллеры, да, потому что они должны дамажить хиллеры тоже, поэтому, естественно, им тоже надо бы выбирать что-то на ДПС, ребяточки, что-то на ДПС, значит, что хочется сказать, как всегда, то же самое, большинству милишников предпочитают взять это сумречное разрушение, сумречное сокрушение, даже несмотря на то, что там хп будет, ну, 500, ну, 600 тысяч в лучшем случае, да, все равно тычка вылетает знаменатная, да, и учитывая, что скорости больше есть, у некоторых персонажей обдоты всякие, да, то есть, эти вот периодические дамажащие заклинания, да, то есть, все это идет впрок, что сейчас прокнет, да, и поэтому, чем больше у вас, как бы говоря, скорости, тем больше, как говорится, и шанс, что и вылетит, естественно, поэтому на некоторых персонажах это супер-мастхев, да, то есть, все вот эти вот тики тоже засчитываются, тикает, и, допустим, вот дот какая-нибудь там, там, минус 5000 хп, да, и прям, и полетела эта штуковина, да, круто, но это для ключей в основном, да, берут, то есть, например, для рейдов, мастхевна, очевидно, или на тиранике ключей, мастхевна это бесконечные звезды, да, то есть, бесконечные звезды, что это такое, то есть, вылетает штука, дамажит сколько-то, да, сколько-то дамажит, вот, и настакивается, настакивается на цель, именно по этой причине, поскольку она не так часто вылетает, вот, предпочитительно ее издать на рейдовых боссах, потому что она настакивается, за рейд босса она настакается миллиард раз, И еще миллиард раз распрохнет Стакается она, сейчас скажу даже сколько у меня есть На 25% больше урона 10 раз То есть в итоге на 250% урона больше, чем предполагается Насколько мне помнится, видите, у меня тир 1 То есть до 75 порчи они распространяются Значит, по-моему, там 30 тысяч И вот представьте, 30 тысяч на 250% выше То есть это такие плюханы там залетают знатные Даже сложно представить Там реально по полмиллиона там тоже залетают Но именно в том случае, если вы очень долго боретесь против соло цели Поэтому, допустим, если вы идете в соло цель Приберегите такую шмотку, если выпало Потому что если в ключи вы в периодически ходите Вот именно там мобов много, там сумеречка гораздо лучше будет А вот это даже тоже неплохо В принципе, сумеречь сокрушения даже видел и знаю За персонажей дальнего боя Только чуть-чуть поближе встать, чтобы подать эту сумеречку И тогда будет классно То есть вот зачем нужны бесконечные звезды Что касается других порций То есть есть еще такая порция с щупальцами Она такая получается среднего квалифициента То есть она может одно щупальце, второе, третье появиться Как повезет Эти щупальца, они сами выбирают цели Ну, преимущественно ту цель, которую вы бьете, естественно А потом уже выбирают другие цели То есть, в принципе, она такая вот средненькая Средненькая, то есть можно и туда, и в ключ, и не в ключ, да Но, по сути, она не самая такая лучшая Но домашняя тоже, поверьте мне, знатно У меня вот есть на многих персонажах У меня, например, на моем престе Шадоу престе Т5 Т5 щупальца То есть очень мощные щупальца должны быть И это очень классно Я еще толком даже это не практиковал Вот, потому что никак не успел еще сходить никуда Но посмотрим на это На эту красотищу, да, которая получится Значит, вот так, да Дальше у нас идут, ребяточки, порчи такого типа Знаете, вот, то есть Есть разнообразное оружие Которое падает по дефолту с неолоты Вот, оно сразу наделено порчей И вот одно из самых лучших Для, например, тех же милишников У которых есть одноручки Считается пушка Насколько мне говорят, сродена Сродена тут оружие, да Считается и конкретно не просто сродена Да, допустим, возьмем класс кого Ну, монах Вот она Сочащийся, вот, проникатель, да Ваши атаки могут поразить ее Цель живым щупальцем Нанося 30, там, 20 тысяч урона И от темной магии И замедляя ее Да, то есть Вот эти штуки Очень топовыми считаются Почти до всех милишников Ловкачей Вот, однозначно, да Такие просто Наносящие прямой урон Также Для этих же самых ловкачей Потому что порчей не так много Вот, то есть Те же демон хантеры Выбирается такая порча Которая кровотечение вешает, да То есть кровотечение И поскольку все это Не так много порчи занимает Вот, к этому еще сверху добавляются Next level, как говорится, этап Это статы Да, то есть Есть такие порчи На статы, ребяточки И, соответственно, эти порчи Дают там, во-первых Такие варианты Как 6, 9 или 12% От какой-то характеристики Ну, чтобы вы понимали Как это работает Вот крита у меня 1000 Тысяча Шмотка дает 12%, да 12% То есть это 120 вероятности крита Ну, то есть Вот сюда 120 добавляется Было 1000 А станет им 1120 Ну, вы поняли, да Вот это вот 12% Так действует Но есть также Помимо этих шмоток Которые не так много дают Вот Их стакают, во-первых Которые только что я перечислил Их стакают И становят там не 12% Допустим Сорокет какой-нибудь Становится какой-нибудь сорокет Стакают их И при этом стакают Точно такую же На какой-то определенный стат Порчу Которая дает прям сразу Много мейнстата То есть Универсальности, по-моему, там До 900 она дает Искусности тоже до 900 Скорости дает тоже 1200, да Время от времени прокает Да И, по-моему, сколько там Вероятность крита Но вероятность крита Она там типа Настакивается Тоже довольно-таки неплохо И вот Это является, скажем так Ребаточки, новой метой Нашего времени Насколько мне сейчас говорят Что Уже Количество порчи Перерастает А есть такие классы У которых Есть серьезнейшая Прям жесткая прибавка От тех же азериток К Каким-то вот Параметрам И, допустим, вот что вы понимали У паладина К примеру, возьмем паладина, да У него есть такая вот В азеритках такая штука Которая влечет ему искусность Когда ее завиваются крылышки Причем на 900 Собираешь три такие штуки У вас усиление там Можно сказать на 3000 На 3000 искусности Когда юзаются крылышки При этом все Представьте У вас в своей искусности Там, допустим, 2000 Становится 5000 У вас около 40% Дополнительной искусности Вероятно Вот это вот увеличивает Постоянный То есть у вас добавляется К 5000 искусностей Еще 2500 Искусностей И после этого У вас какие-то, возможно, еще Напрок шмотки Которые тоже там скалируют И у вас становится Той же искусности Какое-то фантастическое Количество А как известно Вот эти вот Скорость Крит Вероятность Крита Вот эти вот Все вот эти вот статы Которые второстепенные Да, искусность Универсальность Они лучше скалируются Чем ловкость Или интеллект Или сила То есть которые Прямой урон нам дают И вот эти вот скалирования Они знатно Увеличивают урон И там просто какие-то Невероятные цифры Если такое все собрано Да, какие-то фантастические Там То есть там искусность Увеличивает Там урон, по-моему От сил света Вот паладином То есть грубо говоря Всех скиллов Да, увеличивает И вот на таких персонажах На которых есть такие вот Свои бафы Или даже их нету И ему, допустим Не выпали какие-нибудь Сумеречные вот эти вот Разрушения Их тоже часто вязают И становятся прям Фантастические Огромные цифры Поэтому Все остальное, ребяточки Скажем так Баловство Да, то есть Ритуалы бездны Какие-то невыразимые истины Да, то есть Они очень ситуативные Тут как ни крути В любом случае Всегда будут тащить Одно и то же Подговориться Подводя итог Подводя итог Милишникам Преимущественно Включи Это сумеречное сокрушение Или разрушение На процент от вашего Этого хп Да 6, 12, 18 Милишникам и танкам Да Вот Преимущественно Всем дальникам Это либо Щупаются Либо бесконечные звезды Вот А можно и Сумеречное сокрушение Если включить Да Тоже неплохо Заходит Как в рейды Только вот Бесконечные звезды Очень хорошо заходят Но танкам Тоже Тоже в принципе Заходят Довольно таки Неплохо И не только Бесконечные звезды Хотя С другой стороны Тем же танкам Тоже неплохо Задают бесконечные звезды И на боссах Потому что Они тоже могут Настакать И урон у них Поскольку универсальность Не забыть что Танков Это лучшая Характеристика Это универсальность Наплывает урон От этих звезд Еще больше Да Еще будет больше урона Так что Даже на танков Эти звезды Бесконечные Тоже неплохи В рейдах Ну и соответственно Как говорится Последний Как говорится Писк моды Который более Типа сложный Ну то есть Требует От вас Уже Прямо вот реально Чтобы у вас Весь шмот Был именно Бисовый Чтобы там Кажда шмотка Давала Ваши две Приоритетные Характеристики Там у кого-то Допустим Скорость крит Вот вы там Все шмотки У вас Скорость крит Поголовно Все скорость крит Идеальные аксессуары Идеальные Азеритовые доспехи Все вот это у вас Жестко идеально одета И вы естественно На это все еще Каким-то образом Идеально нашли Вот эти вот Всякие усиления Характеристик Да То есть То есть Это новая мета Грубо говоря Довольно таки Неплохая Да Вот хотя И так все равно Смотришь Большинство людей Большие огромные Ключи Проходят В общем-то С вот этими Сумечными разрушениями Да Такие вот Ребяточки Дилишки Такие вот делишки Вот поэтому Теперь вы понимаете Да Что порча И играет сейчас Очень серьезную роль Вот Жесткую такую роль В непосредственном Хеймплее Каком-то Да Вот Как видите Вот например Взять моего друида То есть Вот у меня Бесконечные звезды 1 Бесконечные звезды 2 Есть вот такая Пытка разума То есть Персонаж у меня Больше конечно На рейд Заточен Да Все же на тиране Какой-нибудь Да А это вот Мой Мейн Да Миллиардный Левел Притом у него В всем есть Еще вот этот вот Баф На который я говорил На скорость Видите На 1275 скорости На 4 секунды Да Вот такие вот У меня порчи Вставлены И они работают И они работают В случае танка На танке У меня вот Видите что То есть На танке У меня сумеречное сокрушение Присутствует на месте Второе сумеречное сокрушение Да И на универсальность Баф Да То есть Ну Прям Казалось бы Как-то видите То есть Просто я играл Просто шмоточки Я какие-то Собирал И что-то Насобирал Да То есть Собирал Собирал Насобирал Ну и опять же Не хочется показывать вам Естественно Всех своих персонажей Да Но На ком что Ребяточки На ком что Поэтому Как говорится Если что-то падает Радуйтесь Да Радуйтесь Как говорится Все вам рассказал Надеюсь вам понравилось Это видео Было полезным Было подробным И вы обязательно Для себя Много чего черпнули И теперь начнете Еще больше делать Ну и конечно же Не будете одевать Огромное количество порчи И ваншотаться От всяких Негативных эффектов Потому что На том же 60 Там 70 Плюс Порчи Это будет Такая область Глаза Которая рядом С вами появится Что вы из нее Просто Под всеми спринтами Никак не выбежите Она вас успеет Задамажить Это жестко Ребяточки Как всегда Субтитры сделал DimaTorzok